В семинаре приняли участие около ста человек – агрономы, садоводы, озеленители, ландшафтные дизайнеры и сотрудники профильных подразделений администрации города. Все те, кто непосредственно отвечает за состояние садово-паркового хозяйства курорта. Учёные познакомили их с теми вредителями, которые были выявлены в прошлом году. Это азиатская огнёвка, которая уничтожает гибискус, сосновый походный шелкопряд и азалиевый клоп Куржевница. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что у нас вообще в городе зарегистрировано более 40 видов новых вредителей за последние 20 лет. Это очень большой процент. Считайте, это один новый вредитель за полгода у нас выявляется. То есть частота выявления значительно больше, чем во всех других регионах России. Появились и новые болезни, такие, например, как бактериоз финиковых пальм, который уже очагами поражает растения курорта. Большой вред наносят и другие вредители, которые уже давно поселились на побережье. Такие, как пальмовый мотылёк и красный пальмовый долгоносик. Ежегодно эти насекомые уничтожают в Сочи до 300 разных видов пальм. Специалисты считают, бороться с ними можно. Именно с началом весны нужно вводить системную защиту растений. Методов борьбы с вредителями несколько – механический, биологический и химический. Участникам семинара рассказали о них подробно, чтобы сейчас уже можно было рассчитать сметы и определить площади для обработки. В настоящее время проходит шестая конференция. Это очень важное мероприятие для всего сообщества учёных и непосредственно администрации города Сочи. Программа благоустройства выделяются средства на защиту и обработку зелёных насаждений от вредителей. В настоящее время работа ведётся, и мы дополнительно прорабатываем выделение дополнительных средств для дальнейшей работы. Добавлю, что муниципалитет продолжает проводить работы по защите своих парков и скверов. Они финансируются в рамках городской программы благоустройства территорий города Сочи.